доброго дня с вами консультант решение верное сергей масляхин обещал вам рассказать как обосновать как доказать корпорации заказчику да ну то есть представим себе что это какая-то крупная ресурс снабжающая генерирующая там или это сетевая компания и вы изобрели какое-то техническое решение и это техническое решение по вашему представлению существенно улучшает бизнес процесс этой компании помимо того что надо выйти на лицо принимающие решения о внедрении каких-либо инноваций в компании надо еще фактически обосновать на цифрах доказать эффекты которые будут достигаться после этого внедрения убедить человека и собственно говоря эти эффекты должны быть доказаны ну не в теории то есть они должны быть показаны на цифрах и на реальных бизнес-процессах компании чтобы люди поняли что вы не теоретизируется собственно говоря прикладное ваше решение не из области фундаментальной науки а прикладное внедримые достижимое я уже не говорю сейчас про уровень готовности технологической вашего решения протерели да тут в принципе все понятно что ниже четвертого тирала вообще никто наверное разговаривать не будет потому что ну хотя бы должен быть прототип испытан в лабораторной или там в среде приближенной к реальной иначе ну собственно говоря это будут мечты это еще не не будет осязаемое какое-то устройство которое потом не докажет что итак допустим вы изобрели ну какой-нибудь скажем электронное устройство детектор разрывов да ну скажем собрались взаимодействовать с сетевой компании и разработали устройство которое определяет ну например в кабельной линии которые зарыта глубоко в земле в земле в отличие от линии электропередач которая торчит да и можно увидеть как говорится и король коронный разряд и все такое прочее да и какие-то свето свето звуковые и другие признаки того что произошел там разрыв фидера разрыв провода носителя и что-то на что-то замыкает вот речь например о вскрытых в грунте на метровые полметровые или более 70 сантиметров глубине кабельные линии сковольтные кабельные линии вот например для примера кабельные линии среднего напряжения 635 кВт как как доказать да что вы этим самым детектором находите места обрыва здесь заказать доказать нужно по принципу различия бизнес-процессов как есть и как будет после внедрения соответственно вашего устройства чтобы понять как есть вам надо покопаться в регламентных работах в в рекомендациях в методических да по порядку проведения работ в случае там допустим разбираем инцидент где-то на кабельные линии произошел замыкание на землю допустим совсем по официальному однофазное замыкание на землю в сетях 635 кВт соответственно вам надо понять регламенты работ что делают в этом случае сотрудники сетевой организации значит а как они определяют место повреждения то есть вот например есть несколько методов с помощью измерительных приборов и ваш прибор например один из них или он лучше по каким-то характеристикам специальный устройств технологии и визуальный осмотр ну вот например скажем при при первом варианте да есть регламент работ надо найти и получить информацию операторы электросети или там у вас куэ у системы контроля управления что был разрыв или произошло однофазное там замыкание на землю там на фидере вот а дальше ищется место где оно между какими подстанциями к примеру а дальше это допустим максимум что может определить там система а дальше уже что называется область сильного колдунства как найти это самое место если между подстанциями расстояние там много километров например вот например там метод визуального осмотра да визуальный осмотр кабельной линии линии электропередача опытным специалистам было очень знание при осмотре кабельной линии надо обратить внимание на следующие признаки повреждения видимые повреждения изоляции следы перегрева механических повреждений наличие коррозии так далее так вот соответственно можно это и не найти учитывая что она скрыта в грунте можно определять место повреждения с помощью там заземляющих комплектов измерителей тока напряжения амперметров вольтметров да там какая-то электрическая томография он используется если импульсная рефлектометрия геоэлектрической томографии и так далее так далее точно определение места допустим вы сделали это устройство и соответственно но она может определять место то есть локацию на каком участке определять фидер и сам участок места повреждения стоящую до нескольких метров потому что в кабельной линии скрыты в грунте и в изоляции это место надо что называется подготовить для проведения работ вскрыть грунт найти место отключив соответственно да то есть я сейчас не говорю про регламентное соблюдение всех мер безопасности да речь только о поиске то есть о том бизнес процессе которые ваше устройство улучшает ускоряем то есть ваше устройство которое вы изобрели хотите продать в эту сетевую компанию оно позволяет с большей точностью определить место разрыва или место там короткого замыкания или место повреждения вот соответственно берете эти самые регламенты берете эти процедуры вот как действуют наши эксперты и делают регламенты вот эти самые перечни регламенты изучают раскладывают их по полочкам ну например да скажем скорость реагирования бригады то есть надо же доказать этой самой корпорации компании что ваше решение позволит сократить время допустим из-за него можно пропустить тупые низкорезультативные операции по там не знаю визуальному осмотру да и уже визуально осматривать более-менее определенный более-менее точно участок вот соответственно вот допустим мы разложили эти самые этапы на элементарные работы там чтобы сперва надо получить информацию возникновения замыкания оператор электросети или аскуя об этом сообщает значит скорость реагирования бригады исправляющий этот инцидент она зависит от следующих факторов первое качество и надежность системы автоматического контроля управления электроэнергией аскуя например да функционирует ли она если без сбоев то информация замыкание будет получен оперативно в автоматическом пути соответственно варианты она работает хорошо и со сбоями без сбоев оперативно настроены настроение так дальше второй фактор скорость передачи информации от оператора электросети или аскуя до бригады вот здесь уже включается человеческий фактор да если ну то есть если есть автоматизация этого процесса и происходит какая-то автоматика ну к примеру к примеру допустим система автоматически отправляет на планшет или смартфон или sms на служебный телефон лицам которые призваны оперативно реагируют ну то есть такой-то диспетчер бригады да то есть диспетчер который отправляет бригаду вот или какой-то руководитель бригады который например сейчас находится на выезде да и чисто теоретически не возвращаясь что называется в офис к месту постоянной дислокации может выехать на устранение этого самого инцидента ну вот соответственно здесь есть группа рисков которые точнее группа неэффективных бизнес-процессов в этой самой бригаде да при вот в этом вот в этом звене да например скажем скорость передачи информации от чего может зависеть какой тип связи и автоматизации существует между диспетчером и бригады да служебная телефонная связь личная телефонная связь в какое время будет сообщено это да будет ли в сети и заряжен, или этот самый, допустим, там телефон, да, вот, будет ли это не рабочее время бригады, когда, ну, к примеру, все спят, всякое бывает, да, или где там кто-то находится в отпуске, есть там заменяемость какая-то лиц, вот, есть элементарное разгильдяйство, там, безответственность лиц, да, это что-то в греха таит, все мы люди, бывают как бы и такие вещи, да, вот. Соответственно, это означает, что в зависимости от степени надежности и быстроты системы связи между оператором сети, да, и бригадой могут быть задержки нулевые, а могут быть задержки очень серьезные, да, это надо измерить в часах, да, вот, например, там мы измеряем фактор риска, результат, оценка задержки, минимальный, максимальный, соответственно, вот будет здесь интервал. Теперь, допустим, бригада сообщи, бригада, бригадир или там диспетчер, да, кто оперативно реагировать обязан по своим должностным функциям, получил эту самую информацию, да, вот. Дальше он должен, что называется, прыгнуть в УАЗик или там в какой-то другой автомобиль, какой-то джипик, да, какая-то вахтовая диспетчерская, ой, не вахтовая, диспетчерская какая-то, автомобиль быстро реагировал и собрать необходимый инструмент приспособления устройства, приборы, кип-измерители, да, и выехать на место. Соответственно, собрав всю бригаду, да, здесь есть несколько составляющих этого риска. На месте бригады, не на месте, выехала в полном составе, обедают, не обедают, кто душ там принимает, у кого уходной, у кого пересменка, да, вот, у всех ли в зоне действия и доступны ли они по связи, да, есть ли какая-то система автоматики. И вот так вот, разбирая каждый фактор, да, оценка степени готовности бригады, получаешь интервалы задержки реагирования этой самой бригады на инцидент. Это вот один, например, бизнес-процесс, да, скажем, мы, начало описания бизнес-процесса, а потом, собственно говоря, происходит поиск. То есть бригада будет искать это самое повреждение одним из доступных методов, да, визуальным осмотром, самый простой, примитивный, тупой, но, скажем так, совсем без визуального осмотра все равно не обойтись, да, даже если вы определили участок, даже если вы определили сидр, даже если вы определили место, все равно вы будете визуально осматривать, да, искать какие-то признаки того, что в этом месте, да, ну, может, там, я не знаю, там искрит, нагрелся или дымит, или что-то в этом роде, да, или запах страшный от плавленной изоляции, ну, что-то такое. Вот, то есть любой прибор, он позволяет локализовать и сокращать время на поиск, ну, без визуального осмотра не так, но если у вас единственный способ это только визуального осмотра, это долго страшно, да, вот, и скорость реагируемого инцидента будет, так вот, вы оцениваете бизнес-процессы как есть, оцениваете интервалы времени, которые тратятся на обслуживание этого бизнес-процесса. Понятно, что вы можете сверять часы с представителем сетевой организации, если у вас есть такое, что называется, инсайт, знакомые и хорошие отношения, да, вы с ним взаимодействуете, вот, а если нет, то придется это описать, поговорить с специалистами и потом уже выходить на лица из сетевой компании, которые будут вам, соответственно, уже оппонентами и будут выслушивать ваши вот эти самые доводы. Вот, соответственно, ваш прибор, он сокращает часть вот этих вот, ну, скажем, низкоэффективных, примитивных бизнес-процессов, да, и потом вы расписываете процесс, расписываете бизнес-процессы как должно быть с учетом вашего прибора. То есть у вас какие-то, какие-то регламентные работы уйдут или сократят свое время, потому что, например, бригада выезжает на тот участок и километр, который был, скажем, определен ресурсами сети, да, вот, предполагать. Или, например, там путем нескольких замеров, я не знаю, ну, как бы какой вид вашего технического решения, в чем здесь фишка, скажем так, вашего устройства, да, вот, путем замера, допустим, там, на двух разных подстанциях отправили, да, что-нибудь замерили, сопротивление, не знаю, сигнал, да, что-то прозвонили там или что-то в этом роде, определили возможное локальное место, да, вот. А потом уже, например, там, с помощью другого прибора ищется конкретно где, вот там эти поднапругой лежат, а этот, что называется, вот, безнапруги или другие какие-то там методы, да, смотря какой инцидент. Утечка, там, короткое замыкание, разрыв, там, повреждение или еще что-то, да, вот. И оценив разницу между этими бизнес-процессами, скорость осуществления этих бизнес-процессов, как сейчас и как должно быть, на вот этой разнице и строится, собственно говоря, эффект в часах, который может быть в часах и, например, в людях, да, который в любом случае может быть переведен в деньги, да. Потому что, если, не дай бог, особенно в условиях, там, я не знаю, чрезвычайной ситуации военного времени, таких инцидентов может возникать умышленно и неумышленно достаточно много, да. Вот, и кидать бригаду по вот этой всей распределенной сети, да, распределительной сети, которая раскидана на много десятков километров, да, это вещь, ну, как бы, достаточно дорогая, да. Вот. А определение, сокращение времени, определение участка, это экономия времени бригады, которая, освободившись быстрее, задокументировав, восстановив, например, да, то есть чаще всего бригада, которая выясняет на аудит, обследование и поиск неисправности, она же занимается и устранением этой неисправности. Соответственно, сокращение времени реагирования на инцидент, обнаружение, идентификация и устранение неисправности, выраженные в часах, да, человека в часах, потому что там бригада едет, да, она вся занята, она ничем другим больше, кроме, что называется, моральной и физической поддержки работы на этом самом участке заняться не может. Вот. Сократив это время, вы получаете, как бы, прямой эффект. Умножив на количество инцидентов, вот это самое среднее сокращение потерь времени человека, часов в бригад, вы можете выйти на деньги, потому что, ну, сам скажем, можно поставить среднюю заработную плату людей, да, можно сократить вот это самое количество выездов, умножить на цифру, во сколько же обходится час выезда бригады, бригады, потому что можно посчитать стоимость часа бригады работников с страховыми взносами, можно посчитать доплаты за выезд на работу в местности с худшими условиями, да, то есть это все-таки опасный объект, да, то есть они выезжают на устроение аварии. Так, можно посчитать простой транспорт, ГСМ поездка, да, ну, к примеру, там они не глушат, допустим, да, если там двигатель, к примеру, вот, или там количество часов нахождения на объекте, может быть, на ГСМ не влияет напрямую, да, но вот, например, на заряд и разряд устройств, которые они берут с собой, да, которые, частота использования, может повлиять. То есть, в принципе, все вот эти эффекты можно измерить и перевести в деньги. Соответственно, вот эти деньги в годовом эквиваленте, раз, во-вторых, в эквиваленте масштабе всей компании, а не только одного конкретного, там, не знаю, линейного производства управления, или там в НГДУ, или ЗУЭС, там, РУЭС, да, что-нибудь такое, вот, или там в подстанции, или там распределительной сети, да, оно будет давать эффект для компании, ну, наверное, серьезный, да, то есть если устройство реально помогает сократить количество часов обнаружения неисправности, да, и устранения, то есть фактически реакции на инцидент до восстановления работоспособности сети линии повреждений, которые, ну, рассматриваются в качестве инцидента. Так что доказывать специалистам, инженерам, финансистам, руководителям, там, допустим, той же самой сетевой организации, да, надо на языке финансовых расчетов здравой оценки эффектов, то есть пусть они покритикуют, пусть они, там, допустим, поопонируют по количеству времени, да, но самое главное, если и там что-то подсократится, уточнится без модель, но это, на самом деле, реакция, она уже очень хорошая, да, то есть гораздо хуже, если реакция будет непродуктивной, вообще там, типа, там, все это, ну, как бы не надо, такое бывает, знаете, да, когда у компании все заложено в тарифе и какой-либо оптимизации там не приемлет, на эту тему у меня есть отдельное рассуждение, отдельное видео, да, то есть, ну, нужны ли технологические, технические инновации, инновации в бизнес-процессах, инжиниринг бизнес-процессах, крупным компаниям, ресурсоснабжающим, сетевым, там, и так далее, да, вот, если не брать, как бы, этот момент, и на языке денег, рублей, миллионов, можно, в принципе, доказать эффективность вашего технического решения, так что обращайтесь, наши эксперты умеют это делать, мы умеем оценивать разные виды эффектов, да, вот, как это, даже поговорка есть, можно оценить даже оценку влияния на успешность и на заключение договоров, да, в марке автомобиля, на которой едет, ездит лицо, которое приезжает вести переговоры в компанию, да, вот, с вами был консультант решения верные РФ Сергей Маслёхин, под видео будет ссылочка, с которой можно ознакомиться с услугами, которые мы оказываем, я уже не говорю про оценку ТРЛ, уровня технологической, технической готовности, программного обеспечения аппаратуры, технического решения, устройства и так далее, и так далее, модули и так далее, и всего такого, да, вот, разного рода устройств, элементов, аппаратуры, подготовка заявок на гранты, потому что, вот, например, ну, скажем, в грант доращивание, Центра поддержки инжелинга инноваций, так называемое 392-е постановление, да, а также 529-е постановление Минпрома о доработке цифровых платформ и программного обеспечения под нужды ключевого заказчика, эти гранты не получишь, не получит технологическая компания, если не докажет применимость и реальный эффект от внедрения вот этих самых технических решений, технологических новшеств, инноваций, изобретений, которые сделала технологическая компания, которая собирается внедрять ее у заказчика, в корпорацию заказчика, да, вот, это является одним из формальных признаков проходным, то есть корпорация заказчик, заказчик, да, внедрения должен доказать, должен сказать, что эффекты измеренные, верно, так и есть, это улучшает наш бизнес-процесс, мы заинтересованы в внедрении этой инновацией, дайте, пожалуйста, этим ребятам грант, они, соответственно, работают для нас продуктом, с ТРЛ-4 до ТРЛ-9, с уровня готовности, да, и внедрят в компанию, и вот мы будем отчитываться от таких-то эффектов. Обращайтесь за консультациями, за советами, сотрудники накопили серьезный опыт работы с грантами для технологических компаний, цифровых компаний, не цифровых компаний, да, электронщиками, с разработчиками софта, с компаниями, которые производят неокр на стороне или проводят неокр в структуре своей компании. Успехов вам, еще раз с вами был консультант решения НРФ Сергей Маслёдов. Всего вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok